здравствуйте в этом видеоуроке вы узнаете как настроить range bar chart что это такое и какие фильтры есть в наличии нажимаем market watch и в компонентах находим charts range bar запускаем данный модуль меня он уже открыт поэтому я просто перейду на открытую на открытый модуль и так это непростой график в привычном видео мы привыкли что все бары имеют одинаковый интервал времени рейдж график отличается тем что в его основе условия формирования бара может быть не время то есть можно допустим в данном случае у нас условия стоит по 10 тысяч контрактов то есть пока не сформируются необходимые условия данный тип графика придумал в 1995 году бразильский трейдер венцет м николесис младший вот и он как бы из-за нестабильности рынков убедился что ему необходимо понять непредсказуемость и целом как бы сущность основных тенденций включая длительное боковое движение или же консолидированы исключение временного интервала вообще как бы временного фактора из расчета и концентрация только на цене будет решением его проблем целом он немножко был прав и в рейдж графики уже давно применяются при профессионалами они быстро появляются в арсенале профессиональных трейдеров соответственно сейчас мы рассмотрим как его настроить их я думаю что вам они тоже будут полезны и достаточно ими удобно пользоваться и вы адаптируете под свою торговлю котировку то есть значит первые бары 1 раньше графики были базировались на условии определенной волатильности то есть в примеру вам необходимо сформировать бары при волатильности допустим мы возьмем 20 то есть это поле у нас отвечает за вот условий то есть мы выбираем из четырех возможных условий ликвидность то есть наличие ликвидности в баре сайт это высота бара она же волатильность да то есть можно в задать условия пока рынок не создаст движением 100 чиков следующий бар не появится то есть давайте вам сейчас продемонстрирую 100 тиков и вот все бары у нас идут по 100 тиков заметьте что под еще не сформировавшимся баром пишется процентное соответствие данному условию то есть если 42 процента значит как минимум 42 тика уже рынок создал решение и когда будет сто процентов вы можете даже получить уведомления push уведомления на телефон установив приложение на почту их и в платформе wallfix непосредственно утром в торговом терминале визуальное и звуковое сообщение уведомления и так значит давайте в по настройкам здесь мы можем активировать отображение стакана дальше активируем возможность уведомления при появлении но при выполнении условия заданного в речь баре вот тикера стартовая конечная дата отображение графика здесь мы вводим непосредственно условия формирования бара напомню что здесь объем высота бара дельта дисбаланс между игре с армием бедаск и количество трейдов то есть непосредственно сделок здесь же вводим непосредственно значение которое мы хотим задать по условию далее активный контракт начала времени торговой сессии завершения то есть если ставить 000 259 значит весь день будут отображаться котировках либо же можно урезать допустим какой-то определенный интервал прайске лошак цены дальше вот это поле мы задействуем для отображения определенного типа данных в каждом баре то есть сейчас стоит левая колонка это будет дельта данные а правая будет данные по объему можно варьировать здесь и значение объема есть дельта дельта процент отдельно бит ask и 3 то есть целом как бы с этой стороны вы можете формировать абсолютно как вам удобно в отображении данных на одном профиле давайте вам покажу пример очень рекомендую бит ask ликвидность то есть с одной стороны мы видим ликвидность бит из с другой стороны ask соответственно настроив правильно фильтров и задав необходимые условия в речь баре можно получить достаточно удобный полезный и очень информативный для торговли график далее толкист это нижний гистограмма для отображения данных в нижней гистограмме вы выбираете один из вариантов данных объем ликвидность общего в баре дельта общая в баре разница между ликвидностью битаск процентном соотношении дисбаланс отдельно ликвидность побед отдельно паск кумулятивная дельта за весь период допустим вот так потом дейком дельта это дневная кумулятивная то есть на следующие сутки значение будет уже формироваться непосредственно за тот день против которого отображается данная трейд количество трейдов в каждом баре соответственно его из плей в индикаторах для начала в начале использовать ликвидность чтобы увидеть насколько по ликвидности наполнен данный паттерн опять же подчеркну здесь нет привязки по времени если допустим расширением статиков необходимо будет вернее выполнится за часто бар будет продолжительностью час если за два дня то будет естественно следующий бар продолжительностью продолжительностью два дня и так левая гистограмма отображает данные по объему непосредственно за тот период который вы выбрали в данном случае 16 по 20 число все вот эти по цен по ценному диапазону распределение объема и отображение непосредственно типа ликвидности по настройкам вы можете здесь настроить такие отключить либо включить функции либо гистограмма здесь мы профиль мод это отключение режима в виде профиля то есть левая и правая колонка будут без включенного режима профиля в виде кластеров давайте вам покажу вот таким образом то есть они будут виде кластера и рекомендуется включить его так будет более информативней отключить левую либо правую кластер то есть можно таким образом настроить график кластер фрейм это область которая вокруг кластера подсвечивается показывать ликвидность внутри кластера можно отключить чтобы не было в такого большого количества цифр разделитель включить выключить между кластерами левой и правой частью затем беда с лидер это отображение на каждом ценовом уровне кто лидирует по беда ска соответственно если мы отключим то у нас будет вот такая вот формация по профилю для начинающих трейдеров рекомендую запустить эту функцию чтобы она была активна так вы будете видеть на каждом уровне кто более ликвиднее торгуют максимальный объем включить выключить либо показывать постоянно open close непосредственно открытие между и открытие закрытие между данными ценами вы видите в между кластерами зеленую либо красную колонку она естественно отображает по направлению между открытием закрытием далее включить выключить прайс вольм гистограмм п здесь и нижней гистограмму то есть если вы не хотите отображение данных инстаграмм можно здесь их отключить shift непосредственно касается всей платформы не именно в модуле range chart вы здесь можете настроить высоту размерах и тип шрифта далее в тотал кист scale your area данным в данных настройках вы можете отключить масштабируемость нижней гистограммы при допустим вы хотите расширить график соответственно она не перестанет масштабироваться соответственно рекомендуется включить чтобы был в режим он теперь с процентом соотношения это как раз касаемо вот этой пунктирной линии они указывают на то где в 70 процентов данном случае вы можете менять значение и 30 50 и в каждом баре соответственно тоже вот этот параметр задействован отображает коридоров вот 70 процентного тебе показывать насколько приблизилась к установленному условию данном паттерне в процентном соотношении я вам говорил 42 процента сейчас потом сохранять в layout количество дней рекомендую включить delta save scale помогают адаптировать на нижней гистограмме при добавлении второго значения я вам сейчас покажу далее идут настройки касаемо активной цены можно добавить ее на чарт можно на scale включить выключить timeline и также можно включить выключить стакан в целом по стакану можно режим self запустить где отображаются давайте лучше включить вот таком формате будет отображаться сколько заявок сняли поставили в каком объеме то есть там где 61 значит заявки были выставлены там где минус 73 заявки сняты ну и соответственно объем данных заявок и я вам обещал показать нижнюю гистограмму то есть вы можете комбинировать допустим дельта и объем и соответственно вот этот параметр который дельта селл скейл помогает адаптировать так чтобы дельта была более заметна по нижней гистограмме относительно допустим гистограмма объема вот далее опять же вы вправе абсолютно менять настройки по бит ask примеру нижней гистограмму можно сразу две гистограммы отобразить примеру дельта дельта процент и это очень информативно зависимости от того какой вы параметр условия убираете опять же допустим если мы поставим объем 5000 контрактов сейчас параметр работает это означает каждом баре у нас 5000 контрактов объем мы видим что вот ведь не барах вот так вот происходит уведомление далее в зависимости от того какие типы данных вы задействовали в отображении кластера в данном случае бедаск два профиля соответственно будет активно определенная определенный список лимитов то есть отобразили бедаск соответственно будут параметры бит ask лимитов здесь шесть позиций по фильтрации бит ликвидности далее идет в две позиции по настройке alert а мне естественно по объемному значению в цвет отображения alert а звук вы тоже можете добавить свой и время когда он активен то же самое касается и фильтров далее бедаск при этом баланс процентном соотношении подсветкой дисбаланса плюс дополнительные условия по объему бедаск подсветка и это идет подсветка непосредственно количество ну в количество значения ликвидности нажимаете apply все ваши фильтры запускаются и будут если стоит значение 0 значит фильтр не работает то есть вы его отключили соответственно зависимости от того какой параметр вы выбираете лимиты будут меняться исходя из выбранных вами данных которые отображаются в графике ведь сейчас четыре лимита volume range total his volume limit это фильтрация непосредственно на нижней касается нижней гистограммы price his volume limit это фильтрация касается непосредственно гистограммы объемов которую слева находится они очень схожи допустим вот volume limit если выбрали параметров вернее фильтры по объему опять же 6 позиций очень похоже на тот который вам показывал фильтр цвет фильтрации цвет шрифта фильтрации и время когда работает данный фильтр 2 позиции по алерту то же самое цвет цвет шрифта звук можно включить либо загрузить свой и время когда работает данный alert так далее допустим дельта процент если вы включите дельта процент фильтра соответственно здесь будет фильтрация в процентном эквиваленте то здесь нужно задавать значение вот подсказки вам подсказываю что именно количество процентов не значение объема можно дополнительный фильтр использовать по объему допустим мы здесь ставим 50 50 так и вот здесь мы ставим цвет шрифта вот таким образом если стоит 0020 59 значит фильтр работает все время и вот мы видим подсветку определенных уровней которые выше 50 процентов дельта дисбаланс далее данные по дельта будут отображаться в баре в эквивалентное количество дельты то есть непосредственно разница уже между бедаск отдельно битв ликвидность можно задействовать отдельно ask и соответственно количество трейдов на каждой цене в каждом соответствующем маре прим если вы хотите задать условия определенная дельта вы выбираете режим дельта допустим значение тысяч контрактов и соответственно каждый бар у нас имеет дисбаланс свыше тысяч контракта давайте покажу их действительно ли так вот мы видим каждом баре дельта больше 1000 контрактов соответственно у нас есть уже условия на 52 процента выполняется здесь мы можем опять же выбираете абсолютно любой тип данных которые отображаются допустим возьмем делькам дельта это коммультивная дельта за день вот мы видим что она каждый день рассчитывается с открытием дня либо же того периода который указали если 10000 по 2359 и так по лимитам трейд лимит соответственно если вы выбрали тип отображения данных трейд значит здесь касается не объема не дельта непосредственно нужно вносить вбивать значение количество трейдов которые вас интересуют опять же две позиции по алерту и 6 позиций по фильтру цветовые решения вы можете абсолютно фильтры настраивать как вам удобно можно зеленые можно желтые и допустим возьмем там 500 трейдов нас интересует и вот видите практически везде есть такой такое количество трейдов вот 2160 даже есть и вернемся к объему можно добавить примеру левую гистограмму объемом оправы будет дельта то есть мы видим сразу слева ликвидность по каждой цене и сразу же видим дисбаланс по каждой цене что очень информативно и на порядок на порядок выше чем просто обычный баровый график соответственно у нас условия дельта то есть мы видим что есть дисбаланс выше чем 1000 контрактов и сразу же по ценам видно где этот дисбаланс более распределился по ценам по настройкам далее значит если выбрали объемы дельта значит появляется фильтрация и объема и дельты это очень важно volume range данные данные настройки касаются непосредственно формирование самого профиля в левом правом баре то есть вот относительно кластера соответственно если вы хотите чтобы профиль формировался более более приближенно к тем значением которые есть непосредственно в каждом баре мы я рекомендую сделать вот таким образом если вы к примеру давайте проще сделать дельту пока отключу вот эти из профиля тоненькие есть более такие широкие наполненные по по всему самому диапазону для более адаптивного отображения профиля чтобы он чтобы программа понимала относительно какого максимального значения формировать собственно сам профиль для этого мы volume range заходим если у вас тип объем значит заполняем вот эти две строчки для того чтобы хорошо настроить отображение профиля посмотрите по максимальным объемом по цене здесь вы указываете максимальное значение профиля здесь минимальным и теперь мы возьмем самую ликвидную свечу и вот 4 800 округляем до 5000 здесь мы с нами 5000 ну и соответственно здесь мы поставим 500 вот ведь намного четче теперь идет распределение и отображение профиля в каждом баре то же самое при изменении типа данных вы если вы отображаете бедаска здесь выставляете максимальное значение здесь минимальное то же самое с дельтой когда вы выбираете тип дельта и дельта процент соответственно вот настройки по volume range далее тотал хист опять же шесть позиций 2 alert на нижнюю гистограмму тотал кист вы настраиваете еще здесь напомню объем данные по дельте процентное соотношение именно в процентах указывается насколько дисбаланс в этом баре отдельно бит ликвидность отдельно нас к ликвидность кумулятивная дельта за весь период который вы выбрали стартовой даты по конечную делькам дельта и трейдс количество трейдов и вы из вы индикатор отображением таком варианте это поток из также вы фильтруете при изменении типа данных по нижней гистограмме будут лимитах меняться и сам фильтр режим бидас к маркировке рекомендую брать агрессор есть еще против дирак непосредственно по направлению тик агрессор маркировка биржевая apply подгружается график стакан можно включить выключить далее фильтрация стакана отдельно будет записан записано видео по стакану пока не будем и wp индикатор вы можете добавить прямо на график рекомендую time frame day сразу выбрать и будет помогать ориентироваться относительно средне взвешенной цены с объемом в options мы уже с вами в судили и остается еще один момент очень рекомендую использовать в графике grid разбивку на на одинаковые временные интервалы и ценовые значит по времени если вы хотите допустим разбить по часам примеру указать одинаковые часовики мы выбираем 1 h и время разбито на часы то есть соответственно так вы вам будет легче ориентироваться сколько времени формируется бар в адресе к примеру здесь один час и тут тоже один час но здесь три бара получилось соответственно каждый бар меньше чем 60 минут скорее всего по 20 минут в среднем каждый есть за один час таким образом вам будет легче адаптироваться к такому графику потому что по себе знаю не сразу привыкаешь к тому что у баров нет времени то есть если вы поставили условия дельта значит будет непосредственно формироваться бар пока не достигнет на рынке за тот период когда бар начал формироваться дельта указанного значения которого укажите если 1000 контракта пока дельта не будет 1000 бар будет формироваться так это будет индикатор и с условием что в каждом баре должно быть 2000 трейдов тоже полезный показатель соответственно начиналось развитие рейдж графика с высоты бара мы немножко его улучшили и он теперь максимально информативный и полезный для торговли очень рекомендую включить в арсенал и мониторить активность рыночную на таком графике вот собственно все будут вопросы пишите на волфикс поддержку либо же поддержку education хорошего дня доставим пока